перед началом этого видео хочу сказать огромное спасибо спасибо всем подписчикам пусть вы очень хорошие поросят спасибо вам большое а теперь к видосу ту туру вы наконец-то проснулись моя дорогая прошу прощения достопочтенная глава Пика Ветров на этом задании вы явно переусердствовали не стоит выплываться ведь у вас есть не перебивайте ведь у вас есть множество дел учеников что ждут вашего возвращения но лежите еще не успели проснуться уже куда-то спешить когда вы потеряли сознание ваш старший ученик проделал огромный путь с вами на руках чтобы чтобы принести вас сразу в долину целителей а сам он в полном порядке разве что изрядно понервничал не переживайте не переживайте ваш младший брат временно взял на себя обязанности главы Пика так что вы можете полностью восстановиться в нашей долине что вы настолько не уверены в своем брате вы ведь лично назначили его заместителем хоть он и молод ваше ранение стало для него хорошей возможностью научиться чему-то новому к слову даже не думайте о том чтобы сбежать отсюда я денно и ночно буду присматривать за вами пока вы были без сознания мы со старейшинами Пика приняли решение что лучше всего вам будет остаться здесь на некоторое время лекарство которое вам нужно принимать я разработала лично и принимать его нужно исключительно свежим ну что ж я всегда рада вашей компании конечно жаль что выпить с вами крепких напитков как в старые добрые мы не сможем вернее не ранить через пять недель ну да не смотрите на меня так и настолько вам понадобится чтобы полностью выздороветь ну а на что надеялись вам поделось что вы вышли после стычки ксиновитой виверной к слову раз вы очнулись мне нужно проверить ваши реакции после яда виверной могут быть проблемы с координацией движений поэтому нужно проверить как вы себя чувствуете все таки лекарство которое я разработала достаточно новое поэтому поэтому я не могу быть на сто процентов уверена в том на сколько оно действует оно безусловно работает но не могу к сожалению отвечать на то на сколько оно эффективно да ну не волнуйтесь вы полностью в моих руках я совсем разберусь мы с вами старые подруги я ни за что не дам вам умереть и получить серьезное повреждение тоже не дам ни в коем случае нет не переживайте все будет в порядке что ж подскажите как вы ощущаете свое тело может вам тяжело поднимать руки поднимите пожалуйста да ага сядьте пожалуйста давайте я вам помогу вот так да послашу вам подушку отлично так итак что ж вытяните руки перед собой так угу вижу как будто бы немного тяжело да угу угу ну это вполне нормально все таки вы не полностью оправились да вот так теперь дотроньтесь кончиком своего указательного пальца до кончика носа да да уху получите начало одной рукой медленно потом другой так да теперь закройте глаза если выйдет то же самое да вот так одной рукой теперь другой рукой да вот так так ничего страшного отлично я должна поставить вам оценку ну что ж госпожа вы как всегда великолепны по моим предварительным подсчетам предположения все находится в норме но это еще не весь тест так что слишком рано делать вывод сейчас я проверю также ваши ноги да не переживайте так чувствуете ли вы что что так а здесь даже щеку что отлично так теперь колени что чувствуете так так вот здесь кажется что реакция достаточно слабая не волнуйтесь в целом я думаю что за пять недель как я и предполагала вы полностью сможете оправиться это единственная проблема в том что возможно вам придется после лечения еще достаточно долгое время с с осторожностью подходить к вашим тренировкам совершенствование тела потому что вы достаточно сильно ослабнете поэтому предполагаю что еще несколько месяцев после восстановления вам нельзя будет выходить на задание я более чем уверена у вас достаточно холодные ноги думаю их нужно растереть так возможно плохое отдело нужно принести вам еще одно так сейчас разукроем вас еще вот так если вам холодно и вы плохо себя чувствуете пожалуйста говорите мне об этом так нужно растереть чтобы вы согрелись не стесняйтесь не стесняйтесь я ведь ваш врач уже теплее? отлично 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 теперь хорошенько вот так укрываетесь одним потом вторым и больше не мерзнете вот так отлично отлично также нужно проверить ваши слух да увы и не предполомали что яд визирная но не то что был настолько смертоносен все таки вы выжили так что да назвать его смертоносным язык не повернется но после него можно достаточно долго мучиться без своевременного медицинского вмешательства человек может навсегда остаться парализованным так что вы должны благословить небеса за то что у вас есть такой замечательный медик сейчас мы проверим еще ваш слух хотя судя по всему вы слушаете меня нормально да да у меня есть привычка тихо говорить и об этом знаете что ж я отойду сейчас немного буду говорить шепотом ну вот дорогая да ладно ладно я больше так не буду говорить все моя хорошая подруга так тоже нельзя ну ладно сейчас что-нибудь придумаем неповторимая глава пика да а это значит вас устраивает это ясно ладно проехали как слышно как вы меня слышите в целом у меня задаются впечатления что за слухом у вас все нормально да в общем-то слух у вас всегда был хороший мне кажется сейчас он не пострадал это замечательно если вы мне позволите я в будущем слегка позднее почищу вам ушки если вы не против моя дорогая да я вот взглянула в них и вижу что их нужно почистить не стесняйтесь все в порядке сейчас вы в моих надежных руках да не уверена но что поделать кто из нас может быть уверен в чем-то на сто процентов а вот я о том что что кажется у вас все хорошо это прекрасно и я повторюсь еще раз из-за постельного режима ваше тело неизбежно ослаблен поэтому вам нужно будет лучше подходить к моим тренировкам а конкретно нужно будет пересмотреть ваш план я естественно напишу об этом вашему брату это это нужно все-таки он единственный кто имеет нас хоть какое-то влияние нет 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 я ни в коем случае не учу вас всего лишь предостерегаю вы отличаетесь своим трудолюбием и полным отсутствием жалости к себе поэтому позвольте в этот период мне заняться всеми вопросами вашему брату делами на пике сейчас я должна написать письмо на пик ветру и оповестить новоиспеченного главу заместителя да о том что вы уже очнулись как я уже сказала в ближайшие несколько недель вы не сможете покинуть в долину так что ваш младший брат вы будете сюда как только получит весточку неужели вы совсем не хотите отдохнуть в компании своей старой подруги считаете что это маленький отпуск эта лечебница уже давно стала моим домом мне нисколько не втягивает заниматься тем что я люблю не поймите меня неправильно меня даже немного радует что вы попали ко мне именно в этот период через 2 недели будет праздник если вы не забыли на вашем пике уже начали готовиться во всем и естественно как обычно у вас пройдет турнир боевых искусств думаю вы знаете да вы ведь голова но я не могу не отметить тот факт что за 5 лет вы ни разу не побывали на нашем празднике все-таки у нас в долине праздник проводят по-своему мы открываем двери нашего храма для всех желающих в обычное время на мою территорию нельзя просто так попасть и мы не делимся травами которые здесь выращиваем большинство лекарств все-таки создают по нашим секретным техникам а в этот день мы устраиваем большую ярмарку делимся нашими замечательными простыми рецептами для целебной пищи а также продаем мази и другие лекарства и иногда продаем травы нет если кто-то из деревенских жителей сможет получить семена из наших трав это не так страшно все-таки помимо того что они их получили и может быть даже вырастили нужно знать как ухаживать за травой а также как ее правильно обрабатывать чтобы получить именно те свойства которые нам от нее нужны вот я бы очень хотела чтобы как в старые добрые времена вы пришли к нам на праздник была бы очень рада провести его вместе с вами вспоминаю как с вами еще совсем молодые гулили вместе в городе на ярмарке да именно тогда вы попробовали мачуу впервые было очень весело к сожалению сейчас очень много дел и ответственности мы уже не можем просто сбежать от наших дел и весело провести время надеюсь что пока вы здесь отдыхаете мы с вами сможем мило пообщаться и вспомнить былые времена все-таки я обо вам скучала много лет назад каждая из нас выбрала свой путь но несмотря на это наши дороги все же переплетаются и вот вы здесь к слову должна вас предупредить иногда сюда будут приходить мои ученицы для ведения записи и нет ну что как вы могли подумать что я делаю из вас объект изучения вовсе не из вас а из ваших ран и болезней также весьма ценного образца ядове верно но не смотрите на меня так хмутится вам не к лицу кстати несмотря на то что на большинство вредных привычек на время лечения придется отказаться все же мне есть чем вас порадовать скажите вы проголодались? да в вашем случае чувство голода это отлично я рада что у вас сейчас нет дошноты я кое-что приготовила для вас очень насыщенный десерт вкусный и полезный это мачио 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 если мне не изменяет память однажды на праздники среди всех десертов что мы с вами пробовали этот понравился вам больше всего а еще недавно ученица что выезжала в свою родную деревню на выходные привезла мне в качестве подарка немного османтусового чая я рада что вы не против тогда я все это приготовлю и надеюсь мы с вами мило посидим выпьем теплого чаю и поболтаем если вы не против да замечательно но перед этим вам нужно выпить лекарство да за полчаса до приема пищи приготовление не займет много времени стоит и в море из Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Вы долго спали и возможно сейчас вам будет тяжело гладать Вот так Всё-таки после сильного яда понадобится время, чтобы брить в норму Вот так, по чуть-чуть Вот так Да Как вам на вкус? Благодарю Я поработала над вкусом лекарства, чтобы его было приятнее принимать К счастью, добавление сиропа никак не влияет на его лечебные свойства Благодаря сладости лекарство быстрее усваивается И действует очень быстро Да Что ж моя дорогая Я отлучусь ненадолго в соседнюю комнату, чтобы принести всё необходимое для нашего с вами чаепития А вы пока отдыхайте Вот так Укройтесь хорошенько И самое главное, ни в коем случае Не пытайтесь убежать Я скоро вернусь Укрой Вас совсем разморило От лекарства Ну-ну Ничего-ничего Засыпайте Выпьем свой чай и поедем пирожные Как только вы проснетесь Отдыхайте Отдыхайте Засыпайте Все хорошо Сладких снов сладких снов